Мой друг художник Хаджимурат Алиханов мне как-то подсказал, он говорит, если правильно подписать картину, как она называется, она говорит, работает хорошо. Например, пятно какое-то на картине нарисовал, напиши пятно. А вот я нарисовал картину, комменты пишите как, но чтобы сразу не возмущались, что это дамочка там с сигаретами, но я ее могу подписать, непослушные дети, например, или последняя сигарета, например, ну или еще что-нибудь, видите, она начинает по-другому смотреться. Но я хочу сказать о другом. Раньше какое-то время недостатки какие-то, ну системы какой-то, или еще человека какого-то говорили, резервы, чтобы не обидеть. Вот какие резервы есть у нашего образования, над чем бы надо было бы поработать и усовершенствовать. Ну никогда образование не задумывается над тем, что главное, можно сказать, резерв, главный, не ошибка, а в том, что учат детей оперировать большими объемами информации, не вникая в суть вопроса. Об этом я писал еще в книге «Защита от стресса» еще в 96-м году. Вы видите, куда я клоню, что это связано и со стрессом, и защитой. И вот сейчас я там придумал «Комар-беспилотник», вы понимаете, о чем я говорю. И чтобы была интеллектуальная бомба против этого, ну вот этого, ковида, расчеловечивания, когда нас пытаются сделать роботами, исполнительными, бездумными. Что надо было бы образованию? Надо было бы задуматься, какого человека они представляют себе в будущем, каким он будет через тысячу лет, и на это ориентироваться. Я убежден, что человек будущего, как и называется наша школа, хомофутурус, раскрой себе творца. Человек будущего – это человек, который быстро ориентируется, быстро адаптируется, умеет работать с неопределенностью, и в условиях жестких временных ограничений, в любых ситуациях экстремальных, в любых ситуациях неожиданности, сразу изобретает нужное решение, сразу изобретает нужный поступок, нужное действие, за которое унесет ответственность. Потому что, например, в космическом корабле оторвался с тропивом космонавт, болтается там в космосе, что ему надо сделать в этот момент, чтобы сразу сообразил, таким будет человек будущего. И эти качества у человека будущего уже сегодня воспитывать – это первое. Второе. Почему у нас всё так произошло, что всё валится во всей планете? Это у всех так. Потому что встретились с неожиданностью, и все растерялись. Стали создавать там разные конспирологические теории всевозможные. Может быть, даже там до пришельцев дело дошло, которые нас испытывают, хотят проверить и оставить на Земле только ту часть, как говорится, которая думающая, человечная, а всех остальных как бы уничтожит. Ну, разные теории существуют. Я, конечно, думаю, что никакого надмирного правительства нет, но это моё мнение. А просто растерянность у человека при встрече с неизвестностью, как всегда, с неопределённостью. Поэтому надо школьников воспитывать, а работать с неопределённостью. Наша школа «Человек будущего» хомофатур с этим и занимается. И почему так всё произошло? Потому что в карьерной лестнице, когда людей продвигают выше и выше, допустим, хороший человек, его бригада продвигает наверх, депутаты, например, или ещё куда выше и выше, а там совсем другие законные отношения. И получается, что в конечном счёте на самом верху циники, у которых нет человечности, нет ответственности за свои поступки. Потому что продвигались они по карьерной лестнице. По каким признакам? По признакам, например, исполнительности, старательности, ответственности в выполнении порученных начальников действий. За личную преданность. И продвигались. А нам нужно, чтобы продвигались наверх. От таксиста до министра. Люди в системе подготовки кадров, в обучении. Продвигались именно те люди, которые в депутаты шли, в министры шли, именно те, которые с градусом человечности. Поэтому мы и создаём в нашей школе человек будущего, Homo futurus, науку человечности. Раньше всё это было в религиях человечность. Всё переживание, люби ближнего, желай себе того, того, чего бы ты хотел. Желай другим того, чего бы ты хотел пожелать себе. Ну да, простые такие истины человеческие. И вот раньше было это. Но религии рассорились. И не спасли нас от пандемии. Науку надо в человечности развивать, чтобы было доступно каждому и штагисту, и шахматисту, и велосипедисту, и министру. Наука, она же какая? Она же не связана с религией. И там нужны эти человеческие качества прописывать по научным требованиям, критериям, что такое любовь, что такое сопереживание, чувство бесценности живого, сотрудничество, счастье быть собой, а высшее счастье быть собой и вместе. Ну я об этом повторяю из ролика в ролик, чтобы это стало трендом. А чтобы это стало трендом на самом деле, надо делать комменты, писать вопросы в комментах. Это продвигает наш Ютуб, нашу школу. А идеей становится силой, когда владевают массами. Это уже не я сказал, это на меня много раз сказали, и Ленин так говорил. Любите вы его, не любите, это ваше дело. Ну, так было сказано. Нам надо, чтобы наша школа продвигалась и владевала массами, потому что мы работаем на то, чтобы сократить кризисы и войны, потребности в лекарствах. Работаем, чтобы человек долго жил и был счастлив. А это возможно только с развитием человечности, потому что вот эти вот принятия решений в условиях неопределенности при столкновении с неизвестностью в условиях жёстких временных ограничений зависят от изобретательности мозга. Поэтому, когда я даю приёмы, в каждом ролике почти, я показываю новые и новые приёмы, потому что подбирая их по принципу подбора, путём перебора, методом проб и ошибок, поиск, поиск – это наука. Поисковое мышление у нас развивается, развивается изобретательность мышления, которое потом помогает любые вопросы решать быстрее и эффективнее, с меньшими затратами. Потому что с большими затратами и имея большое время, любой человек может решить вопросы. И вот что я хочу сказать. Наука человечности это должно быть при подборе кадров и при продвижении кадров. Ну, прямо в анкете записано. Как раньше записывали. Стрессустойчивость. Птичку ставили. Ещё не знали, что это такое. Ну, понятно было, интуитивно. Вот. Дело в том, что каждый человек по своей природе все люди одинаково думают. Нормальные люди все думают одинаково. Законы природы одни и те же, а мозг у нас такая лаборатория, нейролаборатория, которая тоже прокручивает разные варианты в поисках решения. И поэтому, когда человек попадает в ситуацию дикого напряжения от неожиданности, с неопределённостью столкнулся, у него прокручиваются эти варианты. Это как раз-таки проба ошибок. Это и есть наш принцип подбора путём перебора. Иногда зависает, я об этом уже говорил, от этого дикого напряжения. Зацикливается, внимание фиксируется. А ему надо, чтобы он мог быстро соображать. То есть, по существу, человечность автоматически предполагает способность к изобретательности. А это очень важно по любому поводу, по любому вопросу. И поэтому, когда я говорю о человечности, я говорю о том, что это такое качество, в котором одновременно ответственность, изобретательность, сообразительность мышления, творческий подход к решению всех вопросов. А что такое творческий подход? Это поиск наиболее простого решения сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей, о которых я только сейчас говорил. Вот как интересно, чем должно заниматься образование. А к этому уже прикладывается и физика, и химия, и биология, и история, и литература, и так далее. Главное, чтобы человек был человеком. До встречи, друзья. Потому что потом уже идут его компетенции. непосредственно обвед そう яx-эк Journal of Sun